А пока в Азербайджане отметили еще один важный юбилей. 70-летие месторождения нефтяные камни. В конце 40-х годов, в 100 километрах, к востоку от побережья Азербайджана, началась реализация грандиозного проекта. Прямо в море вырос настоящий город с многоэтажками, поликлиникой, столовой, пекарней и даже лимонадным цехом, окруженный сотнями километров эстакад с автомобильным движением. Аналогов которому нет в мире до сих пор. Первый нефтяной фонтан с месторождения нефтяные камни ударил 7 ноября 1949 года с глубины 942 метра. Пик добычи нефти на месторождении нефтяные камни пришелся на 67-й год, когда добыча составила более 7 миллионов тонн. А максимальный объем голубого топлива был извлечен в 1970 году, когда было добыто 794 миллиона кубометров газа. Разведка уникального месторождения нефтяные камни придала мощный импульс поисково-разведочным работам на многих морях. Этот уникальный проект дал мощный импульс и развитию азербайджанской нефтегазовой промышленности и позволил Азербайджану уже в годы независимости совершить углеводородный прорыв. В настоящем времени на морских месторождениях Каспия пробурено 2286 скважин, из которых на долю нефтяных камней приходится 1939 единиц. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо азербайджанским нефтяникам по случаю 70-летия нефтяных камней. Именно в этот день 1949 года азербайджанские нефтяники, добыв впервые в мире в открытом море нефть, вписали яркие страницы в нефтяную летопись не только нашей страны, но и мира в целом. Искренне поздравляю всех азербайджанских нефтяников с юбилеем этого знаменательного события. Желаю каждому из вас успехов и новых достижений. Нефтяные камни по-прежнему привлекают внимание журналистов со всего мира. Недавно там побывала группа телеканала «Россия-24». Корреспондент Лейла Алназарова поделилась с Москва-Баку своими впечатлениями. Конечно, о нефтяных камнях я слышала с детства. И я помню, что у меня всегда были ассоциации с чем-то масштабным, с чем-то необычным. Ну и когда редакция предложила мне снять этот репортаж, что уж лукавить, конечно, я обрадовалась, потому что конкретно для меня побывать там и увидеть все своими глазами – это, конечно, журналистская удача. Ну а на месте напрочь отсутствовало ощущение того, что ты находишься исключительно на производстве. Это населенный пункт, где есть все необходимое для комфортного проживания людей, которые работают там вахтовым методом. По недели по две находятся вдали от дома, от семьи. Есть электростанция, которая обеспечивает этот огромный комплекс энергии, не только его, но и находящиеся рядом месторождения. И в этом смысле, наверное, масштабность нефтяных камней обуславливается тем, что это не просто место, где добывают углеводороды, это уже энергетический и транспортный хаб. И совершенно очевидно, что Азербайджан в ближайшие десятилетия будет использовать инфраструктуру этого города на сваях в рамках реализации других проектов. Вот так советское наследие помогло Азербайджану стать глобальным игроком на газовом мировом рынке. Вообще в Азербайджане довольно трепетно относятся к наследию от СССР. Так, например, в русском селе Ивановка до сих пор действует единственный в стране колхоз. Россия отвечает добром на добро. Совсем скоро на ВДНХ откроется отреставрированный павильон Азербайджан. А вот на севере Москвы полным ходом идет подготовка к строительству нового кинотеатра Баку. Построенный в 70-е годы кинотеатр был местом притяжения жителей района аэропорт. В суровые нулевые годы помещение кинотеатра отдали под рынок. Позже рынок закрыли, а кинотеатр так и не заработал. Однако с бурным развитием Москвы теперь на месте морально устаревшего здания появится суперсовременный торгово-развлекательный центр Баку. Кстати, оригинальную надпись Баку на здании останется. Ее восстановят с помощью технологии 3D-сканирования и воспроизведут из современных долговечных материалов. Открытие центра запланировано на начало 2021 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова